Ну давай, протягивай правую руку и мы протестим. Я даже почему-то волнуюсь. Всем привет, всем привет, меня зовут Костя Павлов. Были уже такие случаи, когда ко мне обращались некоторые производители или сайты, которые говорили, что я был неправ на обзоре их гаджетов или чего-то, или которые хвалили меня и говорили, да-да, ты молодец и так далее. И в этот раз мне написали сайта MadRobots. Сейчас я вам все расскажу. Тут была довольно-таки простая история, мне написал мой аккаунтер. Костя, с нами связался сайт MadRobots и говорят, типа, а что это Костя на нас так зуб точит или что он постоянно против нас что-то делает? Я говорю, да я же не делаю против них на самом деле. Я же как бы, ну, вроде объективно рассказываю о предметах, которые я там заказал. Более того, были предметы, которые мне не понравились, да, и которые не работали, по моему мнению, а были предметы, которые работали, которые сказали, типа, ну, они рабочие. Я говорю Арине, а давай мы предложим MadRobots вот чего, приведем с ними интервью и, в общем-то, выясним, кто прав, кто виноват, и вообще в чем проблемы, да, например, той же бесконечной ручки или той же гидроб жидкости. Итак, знакомьтесь, это Андрей, представитель компании MadRobots. Это компания или сайт? Компания, я думаю, что правильно будет. Всем привет. Я думаю, Андрей нам сегодня ответит на вопросы, которые, ну, у меня, например, скопились в большом количестве. Также я хочу ответить сразу же вам, что, естественно, у меня не было задачи принизить вас или как-то, ну, сделать. То есть я максимально адекватный и максимально... Нам это очень важно и ценно знать, потому что, если есть отзывы, которые адекватные по каким-то стоящим вещам, которые нужно обратить внимание, то мы, конечно же, обращаем на это внимание. Да, все было очень просто. Мне скинули ссылку, по-моему, на бесконечную ручку. Как раз-таки вот я ее уже здесь подготовил, и я посмотрел, как бы, понимая, что ничего бесконечного не существует, конечно же, я решил попробовать заказать. Я заказал, ну, ручка стоила почти 13 тысяч. 13 тысяч за ручку. Начал ее, ну, кто-то... Ну, да, это... Да, и она очень сильно стерлась. Я был уверен, что так и произойдет, потому что, ну, все мы знаем, что ничего бесконечного нет. Ролик зашел на полтора миллиона, там, плюс, и я подумал, что бы дальше-то не проверить сайт, в общем-то. Только из-за этого я начал вас проверять дальше, а не из-за того, что я такой, типа, надо им все там ухудшить. Кстати, у меня вот сразу вопрос возникает, а ухудшилось ли что-то? У меня такое ощущение, что, возможно, даже наоборот, к вам больше стали заходить и... На самом деле, после ролика с ручкой нам в онлайн написало три человека. Сказали, что вы вот такие-сякие нехорошие продаете вот ручку. Костя сказал, что вот не все у вас гладко. Но на самом деле больше ничего не произошло. То есть, мы не можем... Ну, то есть, у нас довольно большая посещаемость, несколько тысяч человек в сутки, и мы не можем, как бы, отследить, если там на тысячу больше или меньше человек зашло или вышло. Ну, то есть, это тяжело. Если такой человек не пришел по промокоду, который мы там где-то оставили, тогда да, мы понимаем, что... О, вот, да, вот здесь... Так, ну, теперь конкретный вопрос. Почему так? Вы же наверняка тоже понимали, что она не может быть бесконечной. Тут идея в поставщике. Ну, то есть, главная загвоздка, наверное. Есть поставщики, которым мы доверяем, и они нам преподносят новый товар, говорят, вот, ребята, у нас новый производитель, новый товар, он крутой, он стоит столько-то, заинтересованы вы в этом или нет? Ну, и мы, соответственно, принимаем решение. Если мы знаем поставщика, мы в нем уверены, уже давно с ними работаем, то мы у него покупаем товары и размещаем у себя. Он же нам предоставляет описание, название, артикулы, ну, то есть, всю информацию сопутствующую. Мы это размещаем на сайте, соответственно, и дальше выпускаем. Не все товары мы можем технически проверить. Ну, то есть, их много поступает, там, ежедневно, еженедельно. А с ручкой конкретно, то есть, круто, что ты обратил на это внимание, мы поправили это все потом. У других магазинов, мы специально посмотрели, тоже есть вечная, есть не вечная. И очень многие по этому поводу писали. Идея в том, что она может прослужить много лет. Ну, то есть, учитывая, что мы все делаем, там, в компьютере или в телефоне, ведем записи, то ручку, как правило, мы, наверное, на росписи ставим где-то, ну, и там какие-то мелкие заметки. Поэтому, да, технически она должна прослужить много. Конечно, не вечно, но, тем не менее, то есть, у нас в описании, которое большое описание товара, написано, что гриффель почти не стирается. То есть, он прослужит многие годы. То есть, там нет такого, что он прослужит вам, вашим внукам. Ну, все это, конечно же, где-то, то есть, не сразу же. Разумеется, разумеется. Поэтому ты обратил внимание, мы убрали это из названия, из заголовка условного. Вот, и теперь все в порядке. Ну, да, правда, на самом деле, буквально через некоторое время, после выхода видео, изменилось название, да, это я сразу заметил. Это было мне прям очень приятно. Первое, что то, что вы все-таки отслеживаете. Второе, то, что вы отреагировали. Вот, и хорошо, это я понял. С ручкой тут, в общем-то, все просто. Она, конечно же, не бесконечна. Она выглядит очень клево, футуристично. Не уверен, что я бы был бы готов за нее отдать 13 тысяч. Но чисто по ощущениям, как подарок, возможно, и неплохо. Ну, знаешь, если у тебя есть реально лишние деньги, или человеку, которому ты хочешь подарить, у него, ну, буквально вообще все, да, его сложно чем-то удивить, и ты такой говоришь, а вот тебе еще и бесконечная ручка. И человек такой, вау, нифига себе. Далее мы обсудили пауэрбанк на дровах и ручную кофемашину. Тут особо и говорить не о чем, потому как в видео я честно сказал, что работают эти устройства именно так, как заявлены. Тут претензий нет. Другое дело, что заряжается пауэрбанк долго, а кофемашина, мягко говоря, бесполезное устройство. Особенно за такие деньги. Напомню, стоимость ее 4790 рублей. Ну, вот прям совсем бесполезная. Ну, смотря для кого. У каждого гаджета, конечно, есть свое предназначение. Есть люди, которым важно свежесваренный кофе. То есть они готовы за него что угодно сделать. Свежесваренный имеется в виду не когда вы из пакетика высыпали, там, кипятком залили, и он у вас получился. Это называется растворимый кофе. А именно, когда вы завариваете с молотой кофе. Многие до этого, до появления такой кофемашины, делали это способом пурровера. То есть они брали с собой термос с кипятком, ехали, не знаю, на рыбалку, на, не знаю, охоту. Или если это фотограф, он едет куда-то далеко, делает снимки там живой природы, он берет с собой все то же самое. И ты через фильтр наливал просто кипяточек, и у тебя появлялся свежесваренный кофе. Ну, то есть если ты прям замороченный и хочешь такое. Но никто не мог себе сделать эспрессо, потому что он делается только из-за давления. Если есть давление 18 бар в кофемашине, то у тебя появляется эспрессо, пенка вот эта самая, которую там все хотят и жаждут. Из этого, не знаю, там желания появилась вот эта кофемашина. Ну, опять же, как я понимаю, тут проблема одна, что на сайте, если что-то и написано, то оно где-то там далеко. Это нужно как-то искать, переходить, углубляться в тему. Я, естественно, как обычный обыватель, я зашел на сайт, смотрю, нифига себе, какая прикольненькая штучка, да? Вот. А когда ты начинаешь ей пользоваться, ты понимаешь, что она не настолько прикольная, как ты этого ожидал, вот. И более того, почему-то, я не знаю, но почему-то реально создается ощущение, что она еще и работает как термос, и ты с собой типа налил такой водички, так вот все сделал, и потом ходишь, ходишь и делаешь. Но это на самом деле не так. И последнее, это, по-моему, самое-самое такое, вот, гидроп. Если это еще как-то что-то работало, ручка писала, пускай она не бесконечно написала, то вот этот вот предмет, прибор, не знаю, брызгалка оказалась совершенно безпредельно. То есть она полностью была... Ну, погоди, она работает? Нет, она пропитывала. Она пропитывает. Но как? В описании товара, опять-таки, можно нажать на характеристики, не знаю, что угодно. И там написано, для каких материалов подходит эта пропитка. И там написано, плотная ткань, ноутбук или замша. Обычно все люди покупают эти штуки, чтобы замшевые обувь, там, уги или там какая-то еще кеды, они довольно быстро пачкаются, их тяжело мыть потом, потому что их нельзя стирать и так далее. И придумали, собственно, вот эту штуку, чтобы с замши все стекало. И это действительно так работает. Ну, то есть то, что ты показал в видео, как я понял, там просто сетка буквально. Ну, то есть это сетчатые дышащие кроссовки. Это на вашем же сайте, видео размещено. Которое даже брендировано вашим же мэдромом. Это все, то есть если его скачать, там без этого бренда никак не уйдет. Там показано совершенно разную обувь, с разной тканью и так далее. То есть вот это прям вообще обман. Почему обман? Ну, то есть ты можешь побрызгать на разную обувь, разной ткани. Я побрызгал на разную обувь. Ну, в смысле, я побрызгал на обувь с кожаной, и с тканевой этой, и все полностью... Ничего не изменилось. Я сутки продержал, все как надо, я побрызгал. Далее я предложил прямо тут и сейчас доказать, что гидроб действительно работает. И Андрей подтвердил, что это возможно прямо здесь и сейчас. Надо нанести, подождать, пока она высохнет, и тогда можно проверить. Хорошо. Хорошо, давай на моей кофте проверим. Просто один рукав намочим, другой... Вот, это вообще шикарно. Че ж, что ж, устало-то так, мельцам? Давай. Во! Во! Тут прям идеально все. Она вроде как видно, что она плотненькая, но при этом она все равно впиталась тут же. Давай другую руку мы обработаем. Скажи, как это все сделать, чтобы я прям просто обрабатываю все. Увидеть эффект, что она чуть-чуть намокла. Почиталась. Ну вот, достаточно величина. Давай еще чуть-чуть. Мне не жалко. Супер. Здесь все тут ухватит. Все, сколько мы ждем? Надо ждать, пока высохнет ткань. То есть, когда на ткань вот такого же цвета, как выше. Все, тогда для вас пройдет буквально секунда, а для нас минут 15-20. Прошло уже, не знаю, минут 15-20, и Андрей заявляет, что у него все выскало. Здесь на самом деле видно, вот он рукав мокрый, прямо капец какой, а вот он прям сухой, капец какой. Ну, давай, протягивай. Давайте тестить. Правую руку, и мы протестим. Я даже почему-то волнуюсь, хотя казалось бы, чего мне волноваться. Честно, стало получше. Стало получше. Да, но не прям, чтобы прям как в видео. То есть, совсем не как. Вот ровно как у меня в моем ролике. То есть, стало получше. Видимо, надо делать по инструкции, потому что все-таки прибежит. Но там написано, что всего баллончика, всего, хватает на две паровые. Это довольно много пшиканей. Ну, то есть, давайте так. У нас есть YouTube-канал, на котором мы проверим этот гаджет отдельно. На, не знаю, разных типах обуви, не знаю, текстиль, чего угодно. То есть, ты сейчас рекламируешься на моем канале? Ну, бесстыдно, да, вот так. Еще нормальные люди. Ну, это уже дело чести. Да. Вот, потому что надо выяснить, установить правду и сказать вам, на каких тканях это работает, на каких нет. Я понял, на плотных, на которые сами уже отталкивают, на этих работает. Нет. На самом деле, очень многие, опять-таки, мы рассуждали об этом, в обувных магазинах продается куча подобных товаров. Люди покупают для обуви, как правило. Ну, то есть, для текстильной обуви или для ноутбука или чего-то еще, чтобы они не промокали. Ну, то есть, если вы пользуетесь таким, напишите в комментариях, например, что вы пользуетесь, работает это или нет. Мы проверим конкретно наш товар, гендроп. Понятно. Установим истину. Хорошо. Ну, тут вы сами все видели, вот, и я тебе расскажу, что, в общем-то, как я все ожидал, так оно и произошло. То есть, совершенно, как по мне, не работающая жидкость. И если вот она всего на две пары обуви, ну, это честно, это капец, за 1200 рублей. То есть, у тебя пара обуви, ну, в смысле, у тебя обувь может стоить, там, 4-5 тысячи, тебе еще нужно купить вот такую вот бестолковую штуку за 1200, да, и ты еще при этом не будешь уверен, что в дождь, там, в слякоть она сработает. Ты ходишь в своих каких-то дорогих кроссовках или какой-то своей дорогой обуви, и при этом не уверен в том, что она защищена, вот поэтому вот этого вот, вот прям вот самый-самый большой минус из тех, что я смог найти на сайте MadRobots. Хочу сказать, что все, кто ждет в моем инстаграме розыгрыша Биолайта, вот уже прям буквально на днях мы это сделаем. Я специально ждал вот этого вот всего, чтобы прям вот предметно поговорить с людьми из MadRobots, вот, и показать все, что у меня есть. А теперь уже можно и разыграть в инстаграме, так что переходите в мой инстаграм буквально, вот прям скоро-скоро. А можете еще, те, кто не написал, написать мне в директ о том, что я хочу Биолайт. Прям вот можете даже по-русски вот так написать Биолайт, и я пойму, что вы тоже хотите его получить. Ну и последнее, что я бы хотел, это, так скажем, задело на будущее. Вот у меня есть вот такая вот штуковина. По-другому я ее даже, наверное, не смогу назвать, потому что я сам толком не могу понять, что это такое. Я думаю, ты уже понял, что это? Да, это контроллер для глаз. Эта штука подключается к компьютеру, с помощью нее ты играешь в игры, но с помощью своего взгляда. То есть ты вот сидишь так вот, смотришь и... Да, тут главное все правильно настроить и подключить, потому что настраивается это в отдельной программе, то есть ты включаешь, и эту штуку надо прикрепить к низу экрана, ну, монитором, за которым ты сидишь. Ну, то есть это не сработает на телевизоре, это нужно вот когда ты на ПК играешь, да, на мониторе. Там есть список игр, которые поддерживают эту технологию, и, соответственно, ты в программке... То есть не все игры, это не сразу, да? Не все-все-все, которые есть, да, то есть там в основном ААА тайтлы от Ubisoft'а и некоторые еще отдельно. Я вот почему заказал этот гаджет, да, потому что мне первое, я уверен, что это сложно подключаемо, почему-то мне так кажется, второе, мне кажется, это не работает, вот. И либо работает очень криво, ты будешь как-то водителем, не знаю, вот. У меня вот лично пока что, пока что у меня такое ощущение. Я так понимаю, вы и не проверяете. Многие в YouTube-блогеры проверяли уже, да, то есть есть видосы, где популярные каналы российские в это все играют и тестируют, и это все работает. Ну, то есть... Хорошо, это мы проверим. Ну и последнее. Здесь, в принципе, у меня, честно, нет каких-то сомнений, потому что это унитаз... Я бы хотел сказать, что это унитаз от Xiaomi, но что-то у меня нет доказательств, что это от Xiaomi. Ну, это Xiaomi, ну, то есть... Это Xiaomi. Все же знают, да, что Xiaomi это, по сути, marketplace. Разработчики приходят к Xiaomi, говорим, мы сделали гаджеты, они говорят, все, мы брендируем, выпускаем под своим именем. А, вот так же. Ну, по сути, вот это... Ну, думаю, они все сами делают. Не-не, Xiaomi это такой, ну, по сути, marketplace. Потому что, реально, вообще, Xiaomi. Сначала мы вообще к Xiaomi говорили, и они были не против. Потом мы стали говорить к Xiaomi, они стали против в итоге. Мы стали говорить Xiaomi. Теперь Xiaomi. А они сказали мне, все хорошо, все отлично. Потом они стали еще и против Xiaomi, и теперь вообще Xiaomi, блин. Ну, ладно. Короче говоря, вот здесь я особо не сомневаюсь, но проверить очень хочу, и жду ваши большие пальцы вверх. Надеюсь, вы тоже меня поддержите, потому что мне, например, интересно, а вдруг все-таки не так все тут клево, как в видео или где там еще, короче говоря. Ну, главное, чтобы сама сантехника установилась правильно, а все функции я тут особо не сомневаюсь, потому что их там немного, на самом-то деле. Вот, но у них я не сомневаюсь, они довольно простые все эти функции. Ну, здесь, короче, вот эта крышка стоит дороже, чем чуть ли большинство унитазов, на самом деле. Возможно, да. И это очень странно, но... Если все офигенно, у меня в туалете будет клевый гаджет, на котором будешь сидеть. Кофе, сидишь на гаджете. Вот. Собственно, все. Все, что я хотел узнать. Я надеюсь, это видео было очень полезным для вас. Для вас, что самое главное. Ну, и теперь еще и для меня. Все, спасибо тебе. Спасибо большое, да. Рад был. Увидеться. Вам пока, ну, а с вами еще не прощаемся. В общем-то, вы сами все видели, итог здесь очень простой. Мне кажется, что такие сайты, как MadRobots, должны сами проверять, так скажем, на себе гаджет, который они, собственно говоря, и продают. Вот. Ну, могут, в общем-то, конечно, это и не делать, но, мне кажется, так было бы намного лучше. Вот к такому выводу я пришел в конце этого видео. Ну, а с вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе. Всем пока.